На совещании у главы Чувашии обсудили и результаты мониторинга продовольственного рынка в республике. Сегодня в Чувашии ситуация достаточно стабильная, дефицита продуктов не наблюдается. Но на какие-то продукты цены все-таки повысились. Об этом более предметно говорили уже на заседании оперативного штаба, которое провел премьер-министр Чувашия Иван Моторин. По данным Чуваштата, в октябрю 2014 года инфляция в республике составила 6,6%. Это ниже, чем в Среднем по России и Приволжскому федеральному округу. Наибольший рост цен зарегистрирован на гречневую крупу. Ее стоимость выросла в 1,7 раза. Мониторим гречку, крупу гречневую в 8 предприятиях рочной торговли. Вот на пятницу предыдущей недели цены не изменились только в одном торговом комплексе, это центральный. Повысились 2, пятерочки и магниты. И не было гречки той, которую мы наблюдали, это в органике, аконде, тутлухе, перекрестке и смаке, только дорогая. То есть в трех вообще не было никакой гречки. Мониторинг социально значимых товаров показывает, что цены выросли не только на гречку. Вполне ожидаемо подорожали привозные продукты. Об этом говорили еще в начале лета. Потребительские цены у нас достаточно серьезно растут. Я здесь не показываю, а вообще порядка 10% с начала года. Среди социально значимых продуктов питания имеют место рост цен на такие, как, следующий слайд, мясо, кор, рыба соленая, яйца столовая, яблоки, свинины немного, масло сливочное, сметана. Ну и ряд цен, которые, вот вы видите, и ряд продуктов питания, в котором цены снизились. Среди прочих, вот лидеры, это группа Гречневая. Причиной это является в том числе и смена поставщиков в республику продуктов питания. Это как, ну в частности, например, по фрунтам произошло, если раньше из Испании мы завозили, то сегодня с Аргентины заводим. Если раньше норвежскую мы рыбу завозили, по рыбам я имею в виду, то сейчас это с Мурманской. Подскочила цена и на продукцию местных производителей. Так помидоры, огурцы, одно из чувашских фирм, по данным Минэкономразвития, выросли в три раза. Растут цены на капусту белокочанную, на яблоки, морковь, лук репчатый. По ряду продуктов это выражается в копейках или в нескольких рублях. Но все же, достаточно стабильная цена пока сохраняется на пшеничную муку, хлеб. Как отметил заместитель министра сельского хозяйства Алексей Самаркин, увеличились цены и на сырое молоко. В ведомстве говорят, что это сезонное явление. Рост составил чуть более 27%. Тем не менее, это повлекло рост цен на масло, сливки, сыры. Премьер-министр Чувашии поручил не только проводить мониторинг, тщательно анализировать его результаты, но и усилить меры для стабилизации цен. Уже запланирована оптовая ярмарка, где будут заключаться договора между поставщиками и представителями торговых организаций по приемлемым ценам. В республике продолжается акция «Выбирай местное, покупай родное», которая позволит поближе познакомить сельхозтоваропроизводителей и потребителей. Татьяна Трофимова, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков, Республика.